Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это Honor View 20. Первый в мире телефон с дыркой в экране. По-настоящему. Это отверстие под фронтальную камеру и, знаете, это все-таки лучше, чем вырезы, особенно большие вырезы. Но производителям, опять же, нужно как-то изгаляться для того, чтобы нас не раздражать монобровями, чтобы кто не говорил, кого они не раздражают, но все-таки это дурацкий тренд. И Huawei прекрасно это стали понимать, потому что уже Huawei Mate 20, здесь в Mate 20 каплевидный вырез, OnePlus 6T и несколько других смартфонов вырезы уже скрывали, либо делали в виде капельки. Другие китайские производители Vivo, например, делали и выезжающую камеру. Xiaomi делает слайдер. Изгаляются как могут. Телефон у меня уже около недели. Хожу с ним как второй, как третий телефон. У меня постоянно несколько телефонов на руках. И, конечно же, я сделаю сравнение Huawei Mate 20. Именно не прошка, которая на AMOLED-экране, а обычная. Но я сейчас откладываю в сторону, если буду в обзоре о нем упоминать, то в нескольких только случаях, например, по качеству звука и по качеству фото. Но сосредотачиваемся на Honor 20 View. Сначала поговорим, конечно, о хорошем, реально, об очень хорошем. Это процессор и батарейка. Батарейка 4000 мАч. Это много. И Huawei в этом плане красавчики. Они молодцы. Действительно, смартфон работает достаточно долго. Я провожу свой тест уже несколько лет, запуская одно и то же видео на максимальной яркости экрана. Чуть более 10 часов для огромного 6,4 дюйма Full HD экрана. Это классный, реально классный показатель. Это очень много. У меня получилось 10-20, он крутил видео. Это реально круто. Притом, здесь не AMOLED, здесь IPS-экран. Full HD Plus разрешение 398 пикселей на дюйм. Так вот, батарейка просто отличная. Дня на полтора, на два растянуть можно. И вторая вещь, которая мне действительно нравится. Те, кто меня смотрит давно, знаете, как я ругал 960-е, 970-е даже Kirin. Kirin это процессор от компании Huawei. В связке с видеопроцессором Mali, они помогают нам с комфортом, без лагов, играть в современные игры, типа PUBG Mobile, типа World of Tank. Она не современная, но имею в виду, что достаточно тяжелая. Играть на максимальных настройках. Я, конечно, играл и могу сказать, что здесь к тому же еще водяное охлаждение используется. Но это тот же Xiaomi, например, в Pocophone. Дело даже в Pocophone недорогом. Но смартфон, разумеется, не греется. Играть на максимальных настройках наконец-то комфортно. И вот теперь по плане производительности он фактически равен уже Snapdragon. Я эту разницу вижу. Я думаю, видите ее вы. Это хорошее. Как таково, забегая вперед, скажу сразу, здесь ничего плохого нет, наверное, кроме цены. Да, я понимаю, что здесь нано-покрытие. И очень прикольно. Отражение такая стрелочка идет. Она, например, на свету. Если свет на него не падает, то смартфон просто черный и, если честно, даже не особо красивый. Не то, что камеры при том сильно не выступают, но как-то не цепанул. Вот не цепанул и все. Бывают телефоны более красивые. Тот же Mate 20, например, несмотря на четырех такой модуль камеры, мне кажется, чуть более симпатичным. Но это чистая вкусовщина. Дело вкуса. Мне не нравится, как и во многих телефонах, что он скользкий. Но производитель, зная об этом, положил в комплект бампер. Бампера у меня, к сожалению, нет. Я взял его на тестирование в компании Huawei. Соответственно, бампер есть, но показать вам его не могу. На руках у меня нет. Дали только телефон. Из особенностей отмечу, кстати, здесь два инфракрасных порта. Целых два, ребят. Я такого не встречал. Можно управлять техникой, например. Есть разъем для наушников. Но печаль. Если бы у меня, наверное, не было на руках Mate 20, не прошки. В прошке нет разъема для наушников, а обычного. Я использую хорошие наушники. Насколько же богато и хорошо звучит Mate 20, здесь есть Dolby Atmos. Это штука, которую выключать не нужно. Я не сторонник эквалайзеров, но я сторонник хороших улучшателей звука, которые не просто тупо задирают частоты, а которые улучшают. Здесь слушать приятно. В Honor не очень. И те, кто владеет данным телефоном, наверняка будут мне писать. Отлично все звучит, не спорю. Но лучший враг хорошего. Сравниваешь с более дорогими телефонами, увы, звучание Honor становится пресным и не очень хорошим. Но громкость хорошая. Также небольшое, конечно, мое небольшое, но не недовольство, наверное, тоже за уши притянуто. Могли бы сделать стерео, но не сделали. Объясню. Смартфон на старте продаж стоит 37 тысяч рублей. И, конечно, на рынке есть еще тот же самый Huawei P20 Pro, который очень многим приглянулся. Есть Mate 20 и Honor View, на мой взгляд, за 37 тысяч рублей. Безусловно, интересен, но несколько переоценен. Несколько переоценен. Да, здесь такой же процессор, как в Mate серии. Это классно. Но в телефоне нет стерео, нет водозащиты, нет каких-то фишек, типа беспроводных зарядок. И я не беру на себя смелость кого-то отговаривать. Но на самом деле, ребят, крепко подумайте. Сейчас обзор до конца досмотрите, расскажу о камерах, об экране. Хотя об экране что тут рассказывать? Хорошая, качественная PS-матрица. Вопросов к ней не возникает. Единственное, возникают у меня вопросы к обоим, как на всех Honor. Это считается молодежным. Они такие ярко кричащие, такие, ну опять же, на любителя. Без проблем можно сменить. Просто я обычно стараюсь, когда делаю обзор, оставлять те обои, которые были по умолчанию. К экрану нареканий никаких нет. Телефон, кстати, богат на огромное количество жестов, как и все Huawei и Honor. Я об этом стараюсь всегда рассказывать. То, что мне реально нравится, это, конечно, когда, например, на морозе, вот актуальность этой фишки, вы подносите, когда контакт на экране, и соединяетесь, происходит звонок. Либо наоборот, когда звонок, вы можете функцию включить, и датчик движения срабатывает, подносите телефон к уху, не снимая перчаток, например, и соединение происходит. Экран можно разделить на две части, нарисовать всякие жесты, например, E запустить браузер, C запустить камеру. Обратите внимание, что рисовать нужно костяшкой пальца. Есть настройки цветовой температуры, есть, по умолчанию, здесь, разумеется, режим энергосбережения достаточно гибкий. В новой версии, а, кстати, теперь называется, о телефоне, если мы посмотрим, Magic с искусственным интеллектом, оболочка, которая самообучается, не только камеры, но и оболочка самообучается. Я, если честно, вот неделю, грубо говоря, с этим телефоном, каких-то фишек, чтобы сказать, ребята, что-то самообучилось, я тут не заметил. Может быть, нужно больше времени, может быть, пока все это в таком запчатчном состоянии. Но телефон интересный, безусловно. Фишками интересно, что здесь нет моноброви, есть вырез, который... Контент, он, кстати, не сильно закрывает. Например, вот смотрим фоточки, этот вырез, дырный, не вырез, а отверстие в экране, оно будет всегда, но мешает оно мне меньше, чем вот вырез, который грубо посередине воткнули, на, жри, как Apple сделала, и вот ни шагу вправо, ни шагу влево. Ну, что делать? Камеры смартфона. Для тех, кто в теме, для тех такое число, как 48 мегапикселей, основная камера, плюс еще дополнительная глубину, 3D резкость помогает делать более резкие, более детальные фотографии. 25 мегапикселей фронтальные. Эти цифры не удивят. Для тех, кто не в теме, выходили уже, по-моему, году, чуть ли не, чуть ли не 8 лет назад. 7, 8, Nokia 10, 20, Nokia 15, 20, по 40 мегапикселей камеры были. По факту, знаете, я приглядывался и делал фотографии в 12 мегапикселях, делал в 48 мегапикселях, делал с искусственным интеллектом, с использованием, делал без искусственного интеллекта. Фотография вполне дневная, может весить аж даже до 20 мегабайт, и даже чуть больше, использовать, если 48 мегапикселей. Конечно, качество будет получше, чем фоткать 12 мегапикселями, но, если вы, например, планируете, ну или вам интересно, приблизить издалека, снять на 12 мегапикселей и на 48, то как номера машины на 12 мегапикселях, они читались с трудом, так и на 48 читаться будут с трудом. Здесь нет такого, чтобы количество мегапикселей очень сильно улучшило качество. А вот глубина картинки, какой-то объем появляется, действительно, если включать 48 мегапикселей в настройках. И обратите внимание, по умолчанию, когда телефон из коробки вытащили, здесь будет установлено 4 на 3. Телефон, камера телефона, как и во всех других Huawei, может делать маски, может делать на лицо, но это детям больше игрушка, как я понимаю. Есть ручные настройки, есть ночной режим. И вот ночной режим я похвалю. В этом плане Honor View 20, большие молодцы. Ночные фотографии получаются на очень хорошем уровне. Вот прямо на уровне и старшей Mate 20 Pro, и обычной Mate 20. Очень все хорошо. Ночная съемка высокого качества. Обычные фотографии, вы уже тоже поняли, ругать их совершенно не за что. Они что с обычным разрешением, что с разрешением камеры 48 мегапикселей, отличные. Фронталка 25 мегапикселей, тоже вопросов к ней никаких не возникает. Качество видео 4К, отмечу. Здесь нет оптической стабилизации. Обычно, если она есть, она работает на Full HD. Что в Full HD, что в 4К, качество видео будет очень хорошим. Стабилизация в этом телефоне работает хорошо. Некие итоги подводим, но перед этим на всякий случай озвучу. Здесь есть все. В данном случае под словом «все» я подразумеваю. Даже особенности это водяное охлаждение. Это три антенны Wi-Fi. Сделано это для игроков, чтобы когда держишь телефон, Wi-Fi не перекрывался. NFC, разумеется, есть. Bluetooth 5-й версии, разумеется, есть, как во флагманах. Но за такие деньги и должен быть. И, конечно же, что еще? GPS, GLONASS, BEIDO и даже GALILEO. Все спутниковые системы навигации присутствуют. И мне бы хотелось, учитывая не самую дешевую цену за этот телефон, хотя бы стереозвук. Я не прошу водозащиты. Это прерогатива более дорогих телефонов. Но вот стерео могли бы воткнуть. Это, наверное, единственная моя придирка. В принципе, все. Плюсы и минусы подводить не буду, а то и так уже обзор подзатянул. Купил бы я себе, еще раз, вы, наверное, поняли. Если бы я себе покупал, а последний мой флагман, который я себе покупал, был Samsung Galaxy S8 в прошлом году, на день рождения. В районе вот 40 или 40 плюс тысяч. Но, имея такие деньги, однозначно мой выбор Mate 20. Обычный Mate 20. За отличное качество звука, за, не знаю, экран у него чуть больше и все-таки чуть лучше. Камеры плюс-минус сопоставимы, но у него как-то больше зашел. И разъем для наушников здесь все есть. Ладно, ребят, цены актуальны на этот телефон. Смотрите по ссылке под этим видео. Также по ссылке будут примеры фотографий и видеозаписи. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok